Сначала начнем с мужской. По первому этапу мировой лиги. Какое у вас впечатление у вас? Как сказал в интервью Шляпников, что поставлены разные задачи. Первое – попасть на чемпионат мира. Задачу выполнили. Дали отдохнуть ветеранам, которые вытащили этот турнир. Теперь заиграли молодежь. Пусть обыгрываются, доказывают свои места в 2012-2014. – По игре впечатления? – Я просто говорю, что задачи на каждый турнир, на весь период предолимпийский предолимпийский уже есть у тренера и в его штабе. Поэтому мы проиграли болгарам и французам. Я говорю, что ничего такого сверхъестественного нет. – Это не трагедия? – Нет, я 100% уверен, что это не трагедия. Это плановая подготовка к чемпионату мира. Основные соревнования. Или, скорее всего, чемпионата Европы, который в этом году будет? – Европа – это естественно, но Европа – Европа, а мир есть мир. Вы знаете. – Да, и Олимпиада есть Олимпиада. – Да. Это соревнования, которые раз в четыре года проходят. Европа – каждые два года. Это как этап подготовки к чемпионату мира и к Олимпийским играм. – Можете объяснить, чем руководствует любой специалист, когда он не делает никаких замен по ходу матча, если даже он складывается удачно? Это я про первый матч отборной России против Аргентины. – Замена ради замены не нужна. Если все идет нормально, я даже не сторонник этих наших спаренных замен, когда выходят на место связующего нападающие и наоборот. Иногда связующий, находясь на передней линии, он может на блоке сыграть лучше, чем нападающий. – Я всегда удивлялся и смеялся, когда итальянские тренеры, работая в нашем клубе, ходят с этой бумажкой. Раз, не глядя на счет, на эту замену, он, видимо, в бумажку посмотрел, ему же замену надо сделать. А он забыл про нее. И все специалисты смеются и говорят, что он замены не делает. Он в каждой игре на одном счете делает замену. Как бы игра ни складывалась. Нарисовал планчик для себя и… – Получается, механически это делают. – Конечно. Знаете, Платонов, знаменитый наш тренер, всегда говорит, если ты хочешь заменить игрока, то ты должен сам себе ответить, ради чего ты это делаешь, что ты хочешь усилить. Блок там или защиту, ну, смотря на какой линии задней, передней меняешь человека. Прием. И только после этого уже меняешь. А так, замена ради замены – это ни к чему хорошему не приводит. – Ну, разве не интересно было посмотреть, когда счет позволяет на Феоктишова или Зеленкова? Вот когда их тогда еще бросать бой? – Ну, я думаю, что определенный круг игроков, которые добавятся к ветеранам, или наоборот, ветераны добавятся к молодежи, уже у Шляпникова есть. Поэтому, может быть, лишние люди уже не появлялись. – Угу. Вот еще Шляпников сказал после матча с французами, что если бы у него был в составе Ковалев, он бы на французов и не поставил. Это получается, что со своей ролью не справился совсем Павел Панков? – Да нет, я бы тоже так не сказал. У него свое мнение, у меня свое. Это не факт, что Ковалев без травмы, допустим, если был и выручил чем-то. Я бы не сказал, что Панков намного хуже сыграл, чем Ковалев. Выбор, к сожалению, связующих у нас не такой большой, если мы все еще ориентируемся на ветеранов наших, которые тащат. Молодежь все равно надо наигрывать. – А вот можете предположить или увидеть, чем-нибудь конкретно Панков со своей роли не справился по второму матчу? Что ему не удалось? – Ну, во-первых, трудно сказать, справился там или не справился, потому что и с приемом у нас не все было хорошо. Согласитесь. А мотаться бедному связующему по всей площадке – что он может паснуть? Первого темпа нет. Дать на заднюю линию заведомо на три блока и те же два-три блока в края. Что ему делать? Он выбирает качественную передачу на край. Поэтому я бы не стал винить хоть Панкова, хоть Ковалева, кто бы не находился на площадке. Пока у нас с приемом не все хорошо. – По матчам с Болгарами у вас есть объяснение тому, почему наша сборная так вела в счете и вела уверенно по игре и вдруг что-то поломалось в третьей партии и болгары перехватили инициативу? – Я бы сказал так, что на сегодняшний день на площадке стояли две равные команды. Немножко повезло в спортивном плане болгарам. Опыта нашим не хватило. Молодые ребята, которые только притираются, чуть-чуть расслабились после 2.0, а собраться там уже опыт нужен. Как говорят, расслабился, а собраться можно и не успеть. Так и получилось. – А от следующего этапа, в котором сборная России сыграет Франция, США и Италия, что ожидаете? Это будет сложнее матчи, чем были с Аргентиной и Болгарией? – Я думаю, что, естественно, сложнее. А потом, вы знаете, мировую лигу, я, например, всегда рассматривал ее как коммерческий турнир, где нужно наиграть тех людей, на которые в конечном итоге где-то можно будет облокотиться. Что такое мировая лига? Чисто коммерческий турнир. Так же, как и у женщин этих соревнований. Хотите заработать денег – играйте. Не хотите – притирайтесь. – Как бы вы оценивали выступление сборной России по мировой лиге? Если результат здесь не так важен, то какие качественные сподвижки в игре должны увидеть? Для того, чтобы понять, что эта мировая лига прошла нам не просто так. Здесь что-то мы наиграли или что-то сделали. – Вы знаете, вот эти перелеты, финал в Бразилии, я бы даже радовался в душе, не показывая это игрокам, что мы не попадем в Бразилию. Мы хоть спокойно будем готовиться к чемпионату Европы. Может быть, и отдохнуть чуть-чуть, и там ветераны подтянутся, травмированные. И спокойно готовиться к основным соревнованиям этого года. – Хорошо, понятно. По женской сборной России, какое у нас впечатление оставило? – Честно говоря, я немного далек от женского волейбола. Но то, что я видел, она всегда нормально играет. Опять же, тот же вариант. Посмотрите, первую партию кто вырвал? Ветераны, да? Опытные игроки. Вышла Кошелева, вышла Гончарова, Панкова та же. Все решили. Хотя мы уже путевку завоевали, но не хочется Кузюткину проигрывать. – Да, кому бы хотелось бы. Тем более соперник не самый выдающийся, да еще и без своих лидеров, в частности. – Да, да. Как я раньше сказал, у каждого тренера есть какие-то свои задумки на игру. Конечно, хочется выиграть, но в первую очередь хочется притереть тех людей, на которых в будущем надо надеяться. – Резерв сборной России, который здесь был выпущен, какое впечатление на вас произвел? Есть ли он вообще у сборной России? – Ну, это всегда есть. Это и чемпионы Европы, и чемпионы мира, так сказать, по своему возрасту. И молодые ребята, которые в клубах доказывают, что они лидеры. И, наверное, хочется кому-то занимать уже места Тетюхина, по своему возрасту. – Я про женскую сборную. – А, про женскую? – Да, про женскую. – Да, про женскую. – Там же Резерв выступал. – Там и там Резерв играл основной. Я уже говорил, что меньше я знаю женский волейбол. Я больше езжу инспектором на мужской, больше слежу за мужским. Тем не менее, то, что видел, я думаю, что нормальный у нас Резерв. Еще молодые, перспективные девочки. Полякова и Фролова дебютировали за сборную России в этом сезоне. Да и Галкина, Ильиченко, Воронкова тоже играли. По мне, по матчу с Хорватией все выглядело не то чтобы худо и бедно, но большие опасения были за результат. – А вы знаете, тяжело играть хоть молодым, хоть опытным, когда ты уже решил задачу. Ты уже получил путевку на чемпионат мира. И выходить, и выкладываться на полную – это не у каждого получается. Тем более у молодых. – То есть вы с этим связываете не самую удачную игру сборной России в этом матче? – Да, на 90% уверен. – С тем, что у нас уже был готов результат? – Конечно. Конечно. Если бы что-то над нами висело, там бы стояли другие люди, другая игра и прочее. – Ее сейчас частенько у нас критикуют. Скажите, насколько она соответствует первому номеру сборной России? – Ну, вы знаете, я бы сказал так, что у нас и Гончарову делают номер один России, и Кошелеву от матча к матчу, как кто сыграет. Но, тем не менее, Панкова все время стоит в составе, все время пасует то, что она умеет. Опять же, я бы сказал, что вы, наверное, тоже видели, что это не самый лучший прием у нас. И поносись по площадке за этим мячом. – Не тревожено вам, что это не самый лучший прием? Это у нас были матчи с Хорватией. Хорватия, которая там никак не котируется, можно сказать. А предстоят нам матчи более сильными соперниками и Бразилии, и США, и Италии и так далее. Я просто боюсь, что с нами будет. – Ничего, я думаю, страшного не будет. Пришел опытный наставник, он все по полочкам разложит, с кем, когда, кого выпускать. Вы же видели сегодняшний состав, вчерашний. Я сегодня смотрел записи. И то, что было в концовке. В первой партии. Если нужны будут какие-то задачи поставлены, то Кузюткин разберется. Тем более, у него и помощники уже опытные. Ушаков. Ушаков и Курносов. – Да, бывшие мои армейцы. – По женской сборной я понимаю, что гран-при они, как и мужчины, будут проводить, укрепляя состав. Я считаю, что женская сборная в меньшей степени нуждается в обновлении. Какое место в Европе наша команда в принципе способна рассчитывать? За победу реально бороться? – Я думаю, что однозначно должны быть в финале. И мужская, и женская. – В финале чемпионатов Европы? – Да. А там, как говорят, как уже карта ляжет. Кому больше повезет в спортивном плане. Потому что везение нельзя убирать. – Спасибо вам большое, Олег Алексеевич. – Да не за что. – До свидания. – Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова